Здравствуй, дорогой зритель! Начинается прохождение Jagged Alliance 3 на максимальной сложности. Я уже час наиграл, а потом на монтаже звука понял, что неправильно настроил эту самую сложность. Так что сейчас внимательно и аккуратно. Значит, первая настройка. Миссия невыполнима. Это максимальная сложность для тех, кто хочет помучиться как следует. Элитные противники, минимальные доходы и трофеи. Дальше. Мягкий режим. Делает последствия ваших ошибок менее катастрофическими. Нет. Нет. Смерть есть смерть. Результат игры сохраняется автоматически. Каждая смерть и каждый выбор окончательны. Да. Это Iron Man. По-русски говоря. Что за странная мода? Разные давать названия старому режиму Iron Man. Всегда же он так назывался. Сейчас начинают изображать непонятно что. Это не первая игра уже, где просто название другое. Так. До последнего. Сохранение во время боя невозможно. Да. Невозможно. Если Iron Man, так Iron Man. Смертельное оружие. Нет состояния тяжелого ранения. Если здоровье наемника достигает ноль, он погибает. Вот это вот спорная несколько настройка. Потому что, как в ксенонавтах, там есть некие шансы, что раненого в ноль могут вытащить еще с поля боя. Условно там тактическая медицина, да, какая-то применяется к нему. И он выживает. И здесь только два состояния. Либо 100% погибает, либо 100% выживает. 100% выживаемость раненых в ноль мне не нравится. Ну, потому что это облегчение явное. Хотя я бы не сказал, что прям уже враги такие простые тут. Но, тем не менее, все в ноль раненые хорошо бы, чтобы некоторые выживали. Но такого нет. Ну, а чтобы все выживали, это явно миф. Обучение. Ну, пускай будет. Пока что не так я много проиграл. Кинематографическое прицеливание. Ракурс. Давай будет, чтобы красиво было. Конечно, это включаем. Автоматические паузы в диалогах. Это тоже включаем. Потому что некоторые фразы довольно большие. И я не успевал их читать, откровенно говоря. Так, ну все. Теперь точно все настройки как надо. И погнали. Когда серия Джаги Таллинс впервые увидела свет, в ней с юмором обыгрывались штампы и шаблоны кинобоевиков 90-х. Джаги Таллинс 3 продолжает эту традицию, не обходя вниманием и современные события, а также поп-культура. Но это все равно художественный вымысел. Поэтому ни на каких реальных событиях, лицах и географических точках не основанно и разработчики призывают вести себя рассудительно и здраво в процессе игры, а также и при выборе кому из отрядов противников первым полетит граната. Вот такое вот вступление. Мультик. Мультик промотаем, потому что никого мультика по сути нет. Нам показывают комнату и идет телефонный звонок, в котором, собственно, завязка сюжета. Дочка похищенного президента маленького островного государства собрала все деньги, которые у него были, и закинула наемникам, то есть нам. А мы на эти деньги должны приехать и спасти его. Причем президент был хороший, народ его любил, но вот противник его, который зовет себя майор, собрал армию, которая называется Легион, его похитил и сказал, что если армия попытается его освободить, армия его любит, потому что он хороший, то его просто прибьют. Поэтому и нужны наемники, которые не имеют отношения к армии, и они по-тихому могут приехать и разобраться. Ну и попутно первая задача нам выдается отправиться на маленький островок, встретиться с этой дочкой и встретиться там еще с одной дамой, которая является руководителем алмазодобывающей компании. Причем у этой алмазодобывающей компании была охрана, которую быстро разметали эти самые легионеры, хотя периодически говорят, что они там тупые, кривые, косые, но тем не менее они почему-то справились. Итак, это сайт, на котором мы будем нанимать наемников. Ну, кстати, он кривой, косой, не работает, потому что если нажать, ошибочка 400, ошибочка 403. Ну, то есть понятно, что так специально сделать, чтобы не делать все страницы сайта. Но тем не менее, уж наемническая организация могла бы как-то сайт на себе сделать поаккуратнее. Но это так. Отрядики. Наши отрядики. Значит, что я вижу? По-моему, по-моему... По-моему, вот этой не было. Но не уверен. Мне кажется, просто второй запуск, другие бойцы, это хорошо, потому что раз смерть бесконечная, ну, вернее, наоборот, конечная смерть, да, то наемники могут и кончиться со временем. Смотрим здесь. Хотя я не уверен. На самом деле, по-моему... По-моему, нет. По-моему, те же самые физиономии. Значит, у нас за 4000 особо не разгуляешься. Есть вон там легендарные чуваки, но, конечно, должна быть сначала премиум подписка, как водится, да? Но там и снаряжение, вон, какая-то броня, Кевларова и все прочие вещи. Мы на это все не потянем. Мы вот возьмем сову снайпера. Снайпер-сова. Такс. Мы пойдем в биографию быстро. Значит, она с мужем наемница, билась с сомалийскими пиратами, но в итоге, в общем, и сама молодец, поэтому нанимаем ее. Привет, это Шарлен. Я так понимаю, у тебя для меня интересное задание? Конечно, самое интересное задание в мире. Лучшая работа в мире. Пойдем. Есть. Эту берем вот эту. Потому что снайпера сразу по ветеранисти хочется. Хотя, конечно, снаряжение этого снайпера не совсем снайперское. Пистолет. Ну, у них у всех пистолеты. Но у нее хотя бы еще бронька какая-то есть и легкий шлем. Потому что вот у этих, ну, босек вообще нифига нет. Возьмем доктора отсюда. Ну, потому что доктора это по-любому надо. Мы же на хардкоре играем в один сейф и беречь надо людей своих. Поэтому берем. Значит, что про него известно? Он закончил мединститут и, отказавшись от карьеры врача, случайно попал в эту наемническую организацию. Хотя некоторые говорят, что он вроде думал, что это врачи без границ. А потом, когда оказалось, что это наемники, он решил, что, ладно, пусть так будет, нормально сойдет. И теперь он наемник. Берем его. Уже другого врача у нас тут не предвидится. Привет. А это точно не розыгрыш? А то в прошлый раз кто-то из коллег позвонил мне, представился чужим именем и заманил на две недели в Камбоджу. Так вы точно настоящий наниматель? Ну, такой себе парень. Не очень уверенный. Не очень стреляет. Не очень хорошо тоже. В том числе. Но врачей других нет. Поэтому берем его. Я уже и не надеялся. Вы уверены, что хотите меня нанять? Ну, то есть, да, конечно же, вы уверены. Как глупо с моей стороны. Простите. А куда мы отправляемся? В Африку? Пойду упакую шорты. Все. Теперь у нас есть медик. В комплекте кого посмотрим. Ну, собственно, тоже пистолет, но еще аптечка. Так. И возьмем танка. Танка Гризли возьмем. У него здоровье 94. Он умеет обращаться с пулеметами, с гранатометами, но их у него нет пока что. Только пистолет, только нож, брони тоже никакой не предвидится пока что. Хорошая девица вот эта. Там в пределах первой миссии будет закрытый сундук. Я не знаю, что в нем, но отмычки бы его пригодились. Ну, может быть, кстати, чувак с гранатой. Нет. Механик с винтовкой нет. Снайпер. Кстати, снайпер. Ну, снайпер с дробовиком на самом деле. А вот эту девицу брать я не хочу, только если жизнь меня не заставит, потому что это ЛГБТ-персонаж, но его нафиг. Лиска. А, ну, кстати, скал медиков нет. Нет, нет, есть медик Лиска еще. Ну, ладно, фиг с ней. Так, а тут механик. Вот, кстати. Может быть, кстати, даже возьмем его вместо. Я брал первый раз вот этого гризли. Он, конечно, подороже, но у него есть зато фонка. Можно сломать будет. Револьвер, конечно. Не нравится мне. Хотя тут 14 дальностей, а тут 20. Так, а что у вас по стрельбе? 89, 79. Ну, ладно, кстати. Возьмем тогда вот этого механика. Так, посмотрим, кто ты такой. Тушит ли он пожары в родной Варшаве или гасит карателей доидраны варулька? Вот, кстати, мне друган сегодня сказал, что орулька это из другой тактики, 7.62. Я думал, это орулька из предыдущих частей. К слову, я в предыдущей части играл, может быть, одну из них, но было очень давно и не помню. Поэтому сравнить с ней не могу. А если ты играл и помнишь, то обязательно в комментариях пиши, прям, какие отличия в глаза бросаются, потому что часто в комментариях спрашивают, какая лучше эта или та, и комментарий твой будет обязательно кому-то полезен. И так, значит, любой, кто видит неутомимого Бори, Бори, Бобби, Бобби, ночной дворе, понимает, у этого человека лучше не вставать на пути. Навыки обращения анаболика с инструментами и приборами служат неплохим дополнением к его меткости, беспримерной физической силе и несгибаемой воле. Столкнувшись с проблемой, Бобби обыкновенно продолжает бить ее до тех пор, пока проблема не упадет замертво. Ну, возьмем его. Это Бобби Гонтарский. Ты даешь мне работу? Да, конечно. Погнали. Спасибо за работу. Завидимся. Завидимся. Все. Набрали мы троих. Почему мы набрали троих? Потому что там было написано возьмите троих. Мы, собственно, и берем троих помчали. Вот она, наша карта. Стартуем время и летим вот сюда. Вот тут нас ждет дочка этого Фонте, с которой надо встретиться и получить от нее дальнейшие указания на этом островочке. Все, прибыли. Так, с прибыли пошли в бой. Но это не сразу будет бой. Это сначала побродить еще по карте. Вообще, конечно, красиво сделана игра. Очень. И графически меня прям очень меня прям радует. и можно присесть, можно прилечь, можно выстрелить в ногу, можно выстрелить в руку, можно стрелять из-за углов. Привет, Ксенанавты 2. Ну, в общем... Так, кстати, я жду, пока загрузится. Не надо ждать, пока загрузится. Надо нажать кнопку начать. В общем, приятно, приятно сделано. Мне очень жалко, что я первый раз с настройками прощелкал, потому что сейчас придется опять то же самое проходить. А я только сегодня это проходил. Ну, ладно. Хватаем. А, подожди. Подожди, хватать. Значит, максимальное приближение. Вот так выглядят наши чуваки. Если ты еще вдруг не видел. Но мне кажется, только лениво еще эту игру не показал. И причем пресс-ключи рассылали. Поэтому кто-то показал ее даже раньше, чем она вышла. И вот максимальное удаление. То есть, что так, что так. видно все красота. Все по красоте. Ходят они свободно. Не по диагоналям там и по прямым. Вот. Бегают куда угодно. Хотя с этим есть некоторое неудобство на самом деле. Потому что вот так вот бегая, там, если возьмешь отдельного чувака. Хотел сюда сбегать. Нифига там нет. Отдельного чувака. И он спалится. То все остальные останутся там, где ты их оставил. И как бы вот такой толпой здоровый бегать тоже некоторое палево. Он там первый чувак и бичит. И по одному таскать их тоже несколько, несколько стрёмненько. Так, все сажаем. Скрытность. И берем нашего анаболика. Крадемся. Крадемся. Так, так, так. Сюда вот крадемся. План вот там их обойти, но на самом деле у меня первый раз не получалось их там обойти. Я вот пока его поставил, потом пока вот здесь пытался остальных подтянуть, меня, собственно, спалили. Потому что они же там ходят в реальное время. Ну, вон он, бродит там. Пес бродячий. Хотя в этот раз получился. Но получилось, потому что после знания. Я точно знал, что один там, два там, поэтому... Ладно, погнали. Так, съесть. Есть наш враг. Селим в голову. Делаем точным. И... И не убил. Вот это поворот. 25 снес. Не убил. Печалька. Потому что в первый раз я брал чувака не с револьвером, а чувака... Что там? С 9-ти миллиметровкой с какой-то. И он одним выстрелом в голову врага-то убивал. А сейчас, видишь, как не очень вышло аккуратно. Ну, ладно. Ставим контроль. Куда-то вот сюда. И тут тоже ставим контроль, если кто-то побежит. Будем их встречать. Так, ну, а на Болику ничего не остается. У него там два этих... Мимо. Есть попадание. Отлично. А я говорил, что медик косой, а он раз и попал. Патроны в игре есть. Перезаряжаться в игре надо. С этим все в порядке. Потому что тактики, в которых не надо перезаряжаться, в которых не надо смотреть на вместимость рюкзака на переносимый вес, вызывают печаль у меня. Что-то нам сейчас показывают, что можно менять стойку. В зависимости от стойки увеличивается дистанция туда-сюда. Тех же ксенат, например, без разницы, что ты в приседе. Они всегда встают и бегут. Тут можно прямо в приседе бегать. Вот, поэтому... Тут прям, ну, круто. Круто. Мне нравится. Так-с. Значит, по прицеливанию. Кроме того, что можно выбрать место, можно еще потратить больше очков, чем минималочка, чтобы кружок этот сошелся. Вот так вот. Правой кнопочкой. Все. Это прям супер... Супер метка. Но тут 3 метра. Тут в балду не попасть. Это... Умудриться надо. Поэтому мы, конечно, попадаем, конечно, убиваем. Тут, наверное, метров 10, да, между ними. Так, если в человеках посчитать. Раз, два. Даже меньше, наверное, метров 7. Ну, то есть, 7 метров в голову попасть противника, который стоит, это элементарщина. Он, конечно, как будто шевелит этой мордой. А, кстати, смотри, из него прям видно, кровь капает. Он там бежал, накапал. И вот стоит прям брызгает из него. Тяжелое ранение. Так, ну, медиком можно даже не выделываться, откровенно говоря. И в корпус куда-нибудь. Куда-нибудь в корпус. У нас он уже ранен. Чтобы наверняка... Ну... Ну, медик, да. Ну, я уже говорил, он немножечко, немножечко корявка, немножечко. Такс. Но мы можем... Вот смотри, как она перепрыгивает, да, ловко. Раз, перепрыгнула и спряталась. И у нее 9... 9 жизней. Делаем меткий. 7 максимум. Балдуй прям ему, давай. Нифига себе! Критический урон 54! Вот это нормально. Боевой дух повысился от такого навара. Уровень боевого духа вашей команды изменился. Это влияет... На что там это влияет? Плюс 1 ОД. Ага. Количество очков действия. Ну, вообще круто. Вообще круто. Пойдем дальше. Индекс. Смотри, как они проскальзывают ловко, да? Прямо анимации, движения. Все. Здорово, здорово. Так, с этого парня можно подтянуть поближе. Давай, я на булик вперед. Далековато, да, наверное, тебе. 4 всего. Ну, давай в торс, хотя бы, рубани. Нормально. Так, дострельнешь? Вообще. Нет. Давай вот так. Нет. Ну, нет, так и нет. Контроль поставим, если вдруг он побежит поближе. Так, а сова? Сейчас будет аккурат, аккурат в болту стрелять с максимальным прицелью. И не попало. Ну, бывает в жизни огорчение. Еще кнопка отменить. Можно отменить выстрел, что ли? Серьезно? Давай в торс тогда. О, и убило, да? Да, и убило. Все, вот так вот. Раз, раз, и всех убили. Новое электронное письмо пришло нам. Пойдем, почитаем? Текст в вымирающей кошке. А вы слыхали о бедственном положении, в котором находится одно из наиболее малоизученных живых существ на планете? Недавно открыты учеными арульканская кошка-убийца находится на грани вымирания, и только вы можете ее спасти. Перечислите пожертвования. Да-да-да-да-да. Узнайте по ссылке. Ссылка работает? Нет, ссылка просто, просто спам. Вымирающие кошки. Так, а здесь? Сейчас Кэрри расскажет вам последние новости. Расправа легиона над жителями острова. Ну, это вот остров Эрни, это где мы сейчас находимся. Само государство называется Граншен. И вот тут бесчинствуют эти паразиты. мы сейчас будем их зачищать всех. Так, дальше бои продолжаются. Президент по-прежнему не найден. Вот такие новости. Посмотрим сейчас на лут или не посмотрим сейчас на лут, потому что, как было сказано в настройках сложности, фиг, фиг да нифига, да. Вот тут можно что-то посмотреть. на семь месте пятеро французских команд задержали роту немецкого десанта. Нифига не выпало? Ну, собственно, так и было сказано, что выпадать будет немного. давай-давай, вот тут можно. Вот тут что-то было в прошлый раз, да. И в этот раз тоже есть патрончики и ножичек. тут нифига, тут нифига. Ножичек номер два. вперед-вперед-вперед-вперед, А, стой, не сюда, назад. По той дорожке надо пробежаться. Вот тут еще можно подсобрать. Ну, походу, вообще прям одинаково все время все появляется. Да, драная куртка была, это реиграбельность. Ну, так. Может быть, не на старте, может быть, попозже. Потому что в тех же местах валяются те же предметы. Этот перец с нами разговаривать не хочет. Хотя над ним появляется. Хотя, может быть, сейчас этот с ним поговорит. О, смотри-ка, че. О, ла-ла, не стреляйте, я просто невинный прохожий гражданский услышал выстрел на хамбел, пошел посмотреть и увидел, как легиону надрали задницу. В прошлый раз у меня был другой перс и не стал разговаривать с нами. Ага, ведь невинный гражданский как раз так бы и поступил. Но я не с ними, я просто искал потерянные ценности. Да, вот так я обеспечиваю свою семью. Да, нам пофигу, не парься. Ну, в гражданских мы не стреляем. То есть иногда стреляем? Я стреляю, но только случайно, специально они когда. Большое спасибо. Может быть, тогда я пойду своей дорогой? Иди. Про легион, расскажи нам про наших врагов. Это легион патриотов Граншена, настоящий бандит. Думаю, кто-то из них решил похитить эту Эмму, президентскую дочку. Но, похоже, ничего не вышло. Проверка характеристики интеллект. Вот так вот работает это. Может, ты из легиона? Не, 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 не правда. Не стреляй в вас. То есть, может быть, в прошлом у меня были какие-то дела с легионом? Ну, у кого их не было? Это маленький остров. Слушайте, просто отпустите меня к семье. Я отдам вам алмазы, клянусь. Вы прошли проверку на интеллект. Круто. Ну, отдавай алмазы тогда. Вот, возьмите, пожалуйста. Я их нашел на пляже, клянусь забирайте они ваши я могу идти сдавай свои карманные деньги и беги малявка так получили три алмаза ну прикольно о и вот эти все сундучки можно теперь пошарить так снег дай нажал взять все в прошлый раз почему-то не стал он со мной разговаривать хотел сейчас проверка на интеллект появилась от иди текст это было тоже это тоже тут лежала уже в тот раз ну хотя бы диалог с чуваком сработал по-другому так прошлый раз не срабатывал возможно что он этих чуваков тут на самом деле и решил но это не точно поэтому может быть убивать его и не следовало может быть исследовал ну ладно наша цель спасти не спасти а встретиться с эмой такса как вам стать всем парк давайте все вот делитесь как не живыми идем бежим даже бежим вот и сейчас мы встретимся кстати можно сейчас мы с охранником поговорим потому что над ним тоже появляется надпись поболтать но он в тот раз тоже не хотел со мной говорить проходите вас ждут ну погнали погнали обнаружено устройство которое можно взломать сейчас что-нибудь взломаем слава богу вы добрались я хотел вас предупредить но вы уже выступили боевики легиона высадились на эрне они даже попробовали напасть на виллу ума не приложу на что им понадобился наш травок ну в общем то они за эмой шли вот это как раз девица карасон сантьяга это ее вилла и она занимается добычей алмазов мне жаль что я приехала сюда и подвергла всех опасности как я вас понимаю поэтому я и предпочитаю сшивать а не стрелять ладно мы справимся она довольно предлагает нам пару тысяч баксов и конечно же мы их берем деньги нам сейчас позаре снова выясните где мой отец разберитесь с регионом будет хорошо а карасон расскажет вам подробнее пока что остров кишит боевиками легиона они захватили деревню старую крепость вам придется освободить деревню чтобы иметь надежную связь с материком но если вы освободите весь остров он станет для вас неплохим оперативным плацдарм будет наша база ну можно попить вот это но в принципе тут ничего такого извините у меня звонок да нет просто скажи им чтобы ждали у ждут сигнала черт побери простите на чем остановились у вас это случилось расскажи нам про легион мы будем понтоваться и расскажи нам еще кто такой майор наверное самый могущественный полевой командир в грандшене о нем мало что известно кроме того что в регионе насаждается что-то наподобие культа его личности привет фаркрайля бандиты боготворят и боятся его чтобы спасти отца вам наверняка придется столкнуться с майором ну и все на том и порешили будем поддерживать связь будем что там взломать можно что-то можно взломать компьютер можно взломать он компы может злок ломка ломиком своим что ли ломиком взломать комп и чё они не будут просятся я пойду взломаю ломиком нет не будут получены разве данные а очень дверь можно пойти открыть и там покопаться изящное кресло все наверно да все они там еще комп какой-то стоит пойдем там копаемся но вообще удивительно что он прямо это вроде как бы он здоровый парень либо это мем про вот этих качков которые с ноутбуками фотографируются к нему отсылка муж я не знаю но ладно разве данные получили побежали дальше так с тобой можно поговорить если вас напугать злые дяди из легиона сразу бегите сюда мы с ними разберемся к большой парень идем дальше нам выскочил там подсказка что и мигает теперь вот так вот мигает нас точно что передвигаться на соседней клетке можно через карту но как это передвигаться через карту нужно же пошарится вот тут например валяется чемоданчик какой-то а нам все нужно все нужны всего всего мало поэтому все нужно все все зло то вот теперь тут больше нечего делать на этой карте и теперь можно через нее пойти на следующую локацию такс пойдем сюда собственно по порядку наискосок я не знаю не могут пройти или нет потому что там переход вот именно вот сюда был сюда идем ждут у нас сколько 6 врагов 6 врагов тигровые питоны и пойдем убить один опять на нажать кнопку начать вы получили разве данные об этом секторе нажмите о чтобы включить режим обзоры посмотреть вот этого я кстати не ел в тот раз потому что у меня не было механика . обзор он все залазил вот тут они шарились а кстати сразу говорят что они тут шарятся прикольно и вон там они шарились тайник одной путь ну собственно я так и делал я в тот раз залез сюда понял что с пистолета стрелять туда я не хочу спустился пошел здесь чувачок си какой-то он нам скажет что дерев а вот он кстати что там они деревню гравит потом я обошел вот сюда думал тут что то есть тут нифига нет а нет кстати есть еще есть потом вот здесь мы повоевали там что-то взял и потом залез здесь из-за вот этих штук воевал здесь и вон там еще лежит ящичек днем лежит винтовочка я думаю что она по-прежнему там лежит потому что все разбросанные вещи те же самые на тех же самых местах ну и погнали тогда прикольно с этим режимом разве данных так находит травы хватать ну хватать 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 все есть хватит потому что не было механика не было взлома и я не знал где мне приходилось аккуратно аккуратно шляться если хочу просто проверить ящики ну собственно я проверил ящики как и в прошлый раз нифига в них нет давай давай спускаемся есть ну тогда можно вообще не тихориться быстро-быстро так вот этот парень сейчас расскажет нам здесь их полно они застрелили тинхея и схватили германа а я решил скрыться но в деревнях целая куча вы можете подкрасть и перестрелять их конечно парень мы здесь за этих все все отлично будь будь спок нажмите кнопку чтобы перейти в режим маскировки ну чё показывать что можно тихо убийство здесь хорошо надо попробовать снова в прошлый раз у меня не получилось совершить тихое убийство я попытался взял нож но пока я подкрадывался наступила суета и паника кстати можно дать анаболику нож во вторую руку может быть в этот раз получится совершить вещь можно продать ну вот и продадим сразу эти алмазы 500 баксов не лишние все здесь разобрались и вот здесь уже мы сейчас будем так это работает режим да этот режим работает все время можно периодически подсматривать начну сейчас здесь же будем биться вон там они сидят переходим в режим скрытности еще в режим скрытности так закрадемся крадемся потихоньку ты сюда ты сюда ты сюда что если к там тоже кто-нибудь прокрадется мы слишком хитрый но базар нет у меня в прошлый раз не получилось кому прокрасться может а может и в этот раз не получится а может и получится нет не получилось нифига ну ладно ну и фиг своими я вас и в прошлый раз замочил и сейчас замочу плохо ладно он заныкался типа у него сейчас там защита какая-то но мы сейчас откроемся вот отсюда и накидаем прям в упор прям он тогда ухты не получилось в упор попасть не получилось уходим тогда ныкаемся так с ты ближе сюда обе рвочка на y вот так делаем и мди сюда двигаем тоже ставим обе рвочку без дистанция ты чё на такую станцию выстрелить можешь серьезно что ли ну ладно погнали есть ё-моё чуть в анаболик не попал зараза прям рикошеты вид ох тышь и попадание тоже хотел сказать и красивый рикошеты а он раз и на 14 ну да ну да ну а блин ё-моё чё-то вообще все пошло не так хорошо tex ну что теперь делать анаболик ты вроде в защите тут что попадают по полной защиты даже полная так ну давай в голову хорошим пупец ну ты пупец как так то просто удивительно вот это молодец ты минус враг так с не отходи тогда за угол вон туда так с мди что моноболик в принципе живой еще еще жив далеко стрелять медику он и такой не самые метки на самом деле парень у нас давай подходи и ладно подлечивай пофигу а то там еще кровотечение я вдруг заметил все этого подлечили 1 мы сняли едем дальше кувыркается 12 в упор мы придумали словах и может по-своему нет блин накидывает прямо на боли q прям накидывать но я думаю что сейчас в упор в упор в голову нет них убил билбу фору в голову да как так то как шарлин выгляни нет не выглядывай давай вот ой не 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 поднимись вот теперь стреляет вот молодец крит на 52 все садись а ты снова лечи анаболика хотя конечно максимальный запас здоровья снижается после всех ранений логично и и правильно но куда деваться сейчас снова будет в лобешник накидывать на самом деле плохо очень плохо что так происходит в упор в упор не попал в голову но это же вообще ой ты чё-то скачал блин не переключил с персонажами вот молодец они выстремлю вот так вот должен писать отработать так а ты чё сесть то не можешь больше это жалко вот какая-то у тебя укрытие там было так с ночью едем едем дальше это вот нельзя всем занять сейчас опять будет сигарет на рпо на борьку ой нет попал по доктору ох там еще врач был ну надо же давай поближе в кусты и лупи по нему ну что это выскочила давай молодцом но не убила давай ты поближе подходи и добивай его хотя бы хотя бы в торс попади ему должно убить его нет вот это внезапно я думал он кончится иначе выскать вот так бы не стоило ну сейчас сова его догонит и порешит он совсем припрятался ну давай попробуй все молодец убил он был и дух повысился отлично смотрим что выпало что-то выпало до этот счет ничего не падал штанишки круто повезло в этот раз хотя бы лут генерится по разу потому что 1 7 вообще ничего не падал из них майкл ты наверно себя подлечи так стук больше ничего не валяется тогда давай шмоточки раскидаем ну давай тебе раз ты самый поврежденный тебе и штанишки так смотри не чок ты прошли прошли мимо ты ничка так сидит и там пошарься гранаты и кусачки граната и фомка ну блин я не знал что фомка есть не открыл ящичек так но можно пролезть по мосту и не но можно за вот этими штуками на самом деле вылезти хотя если снайперша на насчет попробуем сделать по-хитрому медика и анаболика сюда а совой сейчас попробуем пролезть вон там там винтовка лежит если она сможет пролезть туда и сцапать ее незаметно то она сможет прямо оттуда фигарить по ним но я так не делал в прошлый раз поэтому не факт что получится но надо попробовать да 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 враги враги давай 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 скорей есть ушла отлично на самом ящике нифига нет он не активный а в этом лежит винтарь сейчас заберем поднимемся на самый верх как раз она у вас снайпер как раз мы это дело даем винтарь патроны вторым оружием пистолет патроны ну клади клади к себе не сомневайся даже есть и вон туда давай наверх так отлично в голову не попала головорез испытывает удивление алла давай прожеского снайпера тогда гасить бы он не удивлялся а он не удивляется он уже понял куда огонь ведется недостаточно удар вот так вот я на болик залазь 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 этот заныкался деятель берем его в оверрочь энди тоже залазь лечить анаболика а у него все кончилось ладно бежит 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 мимо гоните иноземцев куда что укатился то зараза что там не достану ладно сейчас главное снайпер снять потому что сносит дофига хотя этот гаденыш тоже сносит немалом этот в укрытие плохо вот а вот сейчас я нажал единичку просто а она куда выстрела вообще что тут сейчас было вот так она не попадет понятное дело вообще не понял почему стрельба пошла так со у него там у нее там нет защиты совсем ну ладно пусть сидит сейчас фиге делать там майкл выцеливаем ну выцеливай выцеливай такс ты тоже выцеливай его нафиг а сама может отойти чтобы не так отсвечивать тут с краешку ох тыж 16 пошла перестрелочка бодрая туда-сюда ох тыж и снова прилетает по всем прилетела а я нифига не могу дотянуться никуда семерка мне нужна на выстрел у меня останется десятка давай спускайся отлично хэшотик так теперь значит того парня надо защемить можно встать и пробежать подальше я не очень конечно ну вот есть защита на самом деле но далеко конечно а давай заляжем даже а ты здесь заляг воодушевлением бы вы дух повысился очень высокий хорошо сова видишь его препятствия на какой-то написано до препятствия плохо но меня и позицию тогда дальше так давай бегом вон туда если она уже сможет напрямую стреляться с ним текст и давай тоже пока та не побежала не доходило нельзя следующее убрать ага вот теперь можно считать ему как-то тоже не очень-то зараза вон туда 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 вам беги кувыркать прям так все не кайся 11 так у на бой к 5 каждый раз воет не дотягивается конечно ладно вот делаем 36 фигасе половину снес сова мочи его срочно мочи его ну хотя бы в торс не попало ну что ж ты так ты лечи себя а то еще одно такое попадание можно окуклиться не может он далеко бежать потому что ножка прострелили него ну хотя бы он туда там он тоже есть защита пойти снайпер этого погану лично промазал сова есть попадание и убийство молодца зачистили сектор плюс 5 к лояльности а теперь пойдем пособираем вещички таксона там вещичков опять не выпало и вон там тоже не выпало я когда первый раз собственно я дальше вот этой миссии не прошел первый раз я очень надеялся что выпадет винтовка винтовка из снайпера она не выпало я такой о блин а потом пошарился пошарился и нашел там сверху винтовку и полегчало открывай открывай открыл вы прошли проверку на силу замок сломан 72 патроны и сломанный автомат ну берем у нас там где-то запчасти какие-то были поэтому может туда стоит ремонтировать ну вот кстати еще запчасти еще запчасти а вот еще запчасти ну теперь нам по любому нужно хватить запчастей у нас будет сейчас много времени потому что лечится они в полевом лагере на стратегической карте здесь мы закончили и пойдем смотреть эту карту вот здесь нет не вот здесь вот здесь операции вот значит есть лечение ран есть разведка есть тренировка есть ремонт предметов собственно нам нужно лечение у нас для этого один врач присутствует и но он может лечить сразу дофига народу вопрос только в том что тратятся медикаменты у нас 52 единицы и собственно на всех имеет смысл и потратить все это лечение у нас займет 9 часов ну кстати а в этот раз нормально в тот раз у меня лечение заняло а нет не 9 часов 19 14 часов один день 14 часов а в тот раз у меня было два с половиной дня причем это было лечение на одного бойца всего вот так вот меня потрепали в тот раз в этот раз это тоже половине то снесли но получше тут же можно сделать вот ремонтик механик ну вот у нас как раз этот механик тоже механик нет уже не могу посмотреть может быть сейчас отремонтируем автомат можно пошариться по разведать районы разведкой занимается хотел сказать что вот это но подумал что наверное не только вот это может и другие тоже ну и для инструктора нужен тоже какой-то специалист хотя может сейчас пишут что никого нет просто потому что все на лечении а время так это закрыть надо и нажать я думал идет время нет времени не шло еще нам намекают что нам скоро придется заплатить кучу денег всем нам было бы неплохо еще заработать так сова вылечилась отлично теперь можно сову отправить на разведку все она пошла и нам нужно лечение второго нашего так здоровый плюс один ух тыж сова встряла сова заканчивает разведку на местности получено разведки данные о секторах наши разведчики ступили в перестрелку все члены отряда получили ранение офигеть в прошлый раз я такой штуки не видел она просто ходила собирала собирала так а добавить ее можно можно вернуть обратно 12 медикаментов заканчивается в общем медикаментики в прошлый раз она просто бегала с этой разведкой получала данные и ничего страшного не происходило я думаю что сейчас там такая же будет халява нафиг там все да всех вылечили пойдем попробуем выбрать предмет автомат а неисправно вообще нельзя 9 часов такс у нас 29 запчастей нам потратить будет потрачено 5 ну давай давай чё ж делать курточка 29 процентов курточку было бы тоже неплохо что я боюсь время уходит надо как-то активней но автомат полюбас сгодится погнали такс все разведанные собрали ну вот можно потренировать инструктора и там вот так вот можно потренировать сменить характеристику вон чё ну сначала будем здоровья на самом деле качать прикольно что можно поменять но не будем менять потому что здоровье нам сейчас важнее чтобы не прибили ой очень долго они собираются делать нафиг нафиг едем дальше значит там шестеро тут как будто никого впрочем дальше мы не поедем чтобы не затягивать серию пиши комментарии особенно сравнение с предыдущими частями если ты их помнишь ставь лайк если нравится если нравится прохождение подписывайся на канал нажимай колокольчик чтобы не пропустить продолжение этой и других тактик стратегий даже иногда рпг шичек спасибо за просмотр и пока пока До новых встреч!